Друзья, итак, сейчас мы вместе с вами разделаем форель, и если нам попадется икра, мы ее еще и засолим. Покажу, как правильно солить икру. Так, у нас есть форель, на ней есть немного слизи. Водой она смывается плохо, хорошо стирается бумажным полотенцем, либо во время чистки чешуи также хорошо убирается, чтобы она меньше скользила, поэтому протрем ее бумажным полотенцем. После того, как мы ее протерли, разрезаем ей брюшко. Нож должен быть острый. Итак, смотрим, оператор. Нам попалась икра, теперь мы будем ее солить. Сейчас мы аккуратненько достаем наш ястык. Ястык, это вот этот самый мешочек, в котором находится икра. И также у нас есть второй ястык. Он находится чуть ниже, также аккуратненько. Забираем ее и отправляем в мисочку. Сейчас мы его будем солить. Рассолки икры, которая у нас получилась из форельки, нам понадобится приготовить тузлук. Тузлук это рассол. Вода должна быть температуры примерно 50 градусов, ни в коем случае не кипяток, потому что иначе он нам так нормально сварит икру. Берем литр воды, 2 столовые ложки соли. Не бойтесь, икра соленой не будет. И также добавляем столовую ложку сахара. Но смотрите, сахар в принципе по желанию. Он по-своему раскроет вкус икры, но если вы сахар не едите, то можно его не добавлять. Также он выступает как еще дополнительный консервантный икры. Итак, добавляем сюда еще сахар и размешиваем. Размешиваем до полного растворения сахара и соли. Итак, теперь мы наливаем наш тузлук к икре. Он икру и просолит. И также, чтобы убрать пленочки, берем венчик и начинаем интенсивно мешать. Не бойтесь, икра не повредится. Начинаем прямо сильно вращать венчиком. Икра постепенно отделится от пленочек. Поначалу будет трудно идти, но потом она нормально зацепится за венчик. Также можно делать вилкой. Я так делала, в принципе, тоже получилось. Но, конечно, венчиком удобнее. И так мешаем, 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 мешаем. И потихонечку, постепенно икра должна отделиться от венчика. Если вдруг она сильно плотно сидит, можете ручкой немножечко надорвать ястырь. И потом уже начинать вращать венчик. Вот, смотрите, после интенсивного... Прям я очень-очень интенсивно аж вот так вот вращала венчиком. У меня все пленочки намотались на венчик. Единственное, чуть-чуть икринок, конечно, осталось на ястыке. Но я думаю, что это не очень страшно, потому что вам не нужно мучиться с пленочками. Оставшиеся пленочки вы уберете с помощью бумажного полотенца. Собственно, сейчас это будет у нас второй этап. Проходит 5 минут, и мы икру сливаем в дуршлаг, чтобы убрать весь узбук. Итак, теперь мы скидываем нашу икру в дуршлаг. Вот столько у нас ее получилось. Видите, она осталась целенькая. Единственное, немного пленочки все-таки осталось. И вот сейчас мы от нее избавимся с помощью бумажного полотенца. В любую емкость, либо на стол, выкладываете бумажное полотенце несколькими слоями и откидываете икру. Сейчас покажу, как это сделать. Так, мы теперь всю икру, которая у нас получилась, отправляем на бумажное полотенечко. Теперь оставшуюся икру мы немножечко так же покатаем и промочим бумажным полотенцем. И, собственно, пленочки прилипают к салфеточкам, а которые уже остались, можете либо пинцетом, либо просто рукой убрать. И далее икра готова к употреблению. Вы ее высыпаете в емкость, в идеале стеклянную. И если вы хотите ее похоронить, то добавьте сверху ложечку подсолнечного масла. Если же хранить вы ее не будете, а съедите за пару-тройку дней, то можете ничего не добавлять и уже наслаждаться. Ну что, друзья, мы вместе с вами засолили икру форели. И у нас получилось 190 грамм икры. Очень вкусной и малосольной. Всем приятного аппетита!